4 октября 1932 год, значимая дата. Благодаря постановлению правительства была основана общесоюзная система местной противовоздушной обороны Советского Союза, со временем которая была переименована в гражданскую оборону СССР. Сегодня Министерство чрезвычайных ситуаций – это огромная структура, которая осуществляет общее руководство над всеми службами спасения. Даже противопожарная служба частично находится в ведении МЧС. Командно-штабные учения и объектовые тренировки – это одна из форм обучения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций либо военного нападения. Об этом рассказал заместитель начальника управления гражданской обороны Вахир Султан Джангулов. Все эти мероприятия, они ежегодно проводятся в День гражданской обороны, задействуются, начиная с уровня правительств республик и заканчивая главами администрации и населения. Мы в течение года проводим объектовые тренировки, обучаем начальников гражданских оборон, организаций, учреждений, обучаем нештатные аварийно-спасательные формирования, санитарные дружины, добровольно-пожарные дружины, обучаем их, готовим их, чтобы они могли в условиях, когда наступит ЧАЭС или же военная угроза, чтобы они не пугались, не терялись, а выполняли, как положено, то, что будет на них возложено. В январе 2003 года по согласованию с МЧС России главой администрации города на базе отдела было создано управление по делам гражданской обороны города. Также были созданы единая диспетчерская и поисково-спасательные службы. День гражданской обороны в 2015 году также совпадает с еще одним значимым событием – 25-летием МЧС. Хочу поздравить всех своих коллег и населения, кто непосредственно принимает участие, связан с нами 25-летием МЧС России. Это организация нужная, необходимая, которая всегда приходит и будет приходить на помощь. Проведение объектовых тренировок и командно-штабных учений необходимо для ознакомления населения с возникновением чрезвычайных и нештатных ситуаций. Главным новшеством в работе МЧС стало создание централизованной селекторной связи, которая позволяет проводить отчет и доклады о проделанной работе дистанционно. Работники Управления гражданской обороны уделяют большое внимание проводимым мероприятиям на различных объектах, ведь безопасность граждан важнее всего. От того, насколько хорошо подготовлен человек при возникновении различных опасных ситуаций, будет зависеть реакция и план действий, что поможет избежать различных последствий. Бика Сулейманова, Мажут Булатханов, информационная программа «Пульс».